Добрый день! Мы снова готовы рассказать вам о наиболее интересных событиях этой недели. В чем разбирались наши журналисты? Смотрите прямо сейчас. Тассер на волоке. Как это выглядит в реальности? Плюсы и минусы. Фитнес при свечах. В годовой абонемент не вошли свет и вода. Дизайн-код – единое оформление для городского пространства. Начинаются субботники. Жителям предлагают присоединиться в добровольном порядке. В Иванове появилась теле-аллея. Уже в понедельник в регионе отключат аналоговое вещание. А теперь подробнее. В среду зампред правительства Людмила Дмитриева с рабочим визитом посетила Тассер на волоке. Территорией опережающего социально-экономического развития, где действует особый правовой режим для ведения бизнеса, этот моногород стал в прошлом году. Сейчас в качестве резидентов там работают три предприятия – ХБК «Нафтекс», техоснастка и завод акустических решений «Стандарт Пласт». У резидентов Тассер есть очевидные преимущества. В первую очередь – различные налоговые льготы. Например, если отчисления во внебюджетные фонды в обычной схеме составляют 30%, то для резидента территории – 7,6% первые 10 лет работы. Из минусов – отсутствие в наволоках площадок с готовой инфраструктурой для быстрого размещения бизнеса. Власть задумалась о создании там индустриального парка. При этом, в чем мы сейчас видим для себя главную задачу – это подготовить участки с готовой инфраструктурой, подвести инфраструктуру, чтобы у инвесторов был очень быстрый вход. Вы видите, что предприятие «Стандарт Пласт» очень быстро развернуло здесь производственные мощности. Почему? Потому что использовали уже готовый цех с инфраструктурой. И наша сейчас задача – максимальное количество земельных участков здесь в наволках подготовить под быстрый заход инвесторов. Последние три недели посетители спортивного клуба «Поп-джим», который располагается на четвертом уровне торгового центра «Шоколад», вынуждены заниматься без света. Воду и электроэнергию здесь отключили за неуплату. Посетители, которые предпочитают заниматься по вечерам, нашли выход – расставляют по залу свечи. Такой беспечности сотрудников и клиентов клуба можно только удивиться, если бы не была свежа в памяти трагедия «Зимней вишни». И, к слову, на третьем уровне торгового центра располагается детский развлекательный клуб. За рассказанную правду руководство «Поп-джим» грозит нашей телекомпании судебным разбирательством. Администрация торгового центра сама признает, что ситуация патовая. Во многих местах электропроводка сделана с нарушением всех ГОСТов. Также пересечения идут электропроводов и системы пожаротушения, что не допускается. Затем, опять же, в связи с запланировки, в случае возникания аварийных ситуаций, нет свободного доступа в электрощитовую, так как часть системы пожаротушения, дымоудаления и оповещения расположены в данной электрощитовой. То есть приходится персоналу, работающему в торговом центре, стоять, ждать, пока девушки переоденутся или выйдут с душа, чтобы туда уже пройти и заняться непосредственной работой. Ждем реакции надзорных органов. Видео мы передали в областную прокуратуру. К другим новостям. Дизайн-код, единобразие и лаконизм в оформлении городского пространства. В прошлом году ивановские власти серьезно взялись за две центральные улицы – 10 августа и Красной армии. Следующий этап – вся территория областного центра. Избавиться от визуального шума поможет всем известная стрелка. Улицы разделили на пять типов. На центральных правил оформления витрины и вывесок будут жестче, нежели на второстепенных. Стандарты дизайн-кода уже есть в Москве, Казани, Калининграде и других городах. Что касается всех зданий, всех архитектурных особенностей, вот нам и надо их освободить от вот этих непонятных растяжек, баннеров и полотен, которые, к сожалению, сейчас присутствуют у нас даже на центральных улицах города. И хочется даже заметить, что та работа, которая была проведена по улице 10 августа, например, или по Красной армии, она уже в силу того, что отсутствовали у нас какие-то механизмы влияния на предпринимателей, некоторые собственники уже там вывесили снова баннеры свои и, значит, забыли о тех договоренностях, которые у нас с ними были. Мусор под ногами – это тоже в некотором смысле визуальный шум. Мэрии и волонтеры запускают информационный проект «Чистое движение», цель которого – привести улицы областного центра в порядок после зимы. На портале Иваново РФ создана интерактивная карта, на которой отмечены места в городе, при уборке которых может потребоваться помощь. Глава города в своем официальном аккаунте отметил, что уборка улиц и скверов – задача властей, но если жители хотят помочь, им никто не запрещает. С инвентарем и вывезом мусора организаторы проекта обязуются помочь. На карте уже 14 точек. Заявку на проведение субботника можно оставить онлайн. На портале регистрироваться не надо, нужно сориентироваться просто на карте. Повторюсь, либо выбрать предложенное место для уборки, либо выбрать свое место. Есть онлайн-форма для подачи заявки, она уже работает, первые заявки поступают. И мы всегда перезваниваем, общаемся и предлагаем помощь. 15 апреля губерния переходит на цифровое вещание и в качестве символа этого события в Иванове появилась теле-аллея. Туи пока что останутся в торговом центре, но как только позволит погода, их высадят на набережную Уводи. Ровно 20 деревьев. Именно столько бесплатных каналов в хорошем качестве будет доступно каждому жителю региона. Проконсультироваться по вопросам оказания адресной помощи, по вызову волонтера, у кого вызывает все-таки затруднения при настройке цифровой приставки, можно по телефону горячей региональной линии, телефон это Ивановский, 500-305. Здесь консультации по этим вопросам дадут. По телефону федеральной линии можно проконсультироваться по вопросу приобретения оборудования, по его настройке, какую антенну приобрести лучше. Горячая линия будет продолжать работать. Редактор субтитров А.Семкин